канал за гет поступил вопрос я сильно устаю на работе и немного выпиваю вечер чтобы расслабиться и что здесь плохого ну начнем с того что здесь и хорошего ничего нет почему нет хорошего потому что сказано вино веселит сердце человека и вино потребляется в праздничные дни во время общения радости она не должно пьянить она не должно расслаблять в идеале должно веселить и она должна быть поводом в конце концов чтобы сказать добрые хорошие слова поздравить с праздником что-то пожелать хорошие повод но не самоцель это разные вещи совсем если после работы хочется расслабиться выпить то это расслабление становится не только телесным она становится душевно духовным и в евангелии все говорится наоборот о том что мы должны бодрствовать они расслабляться бодрствуйте господь говорит и молитесь да не внедите в напасть если будет расслабляться то мы совершенно точно внедем напасть потому что когда мы расслабляемся какая душа наша не работает она она устает она уставая теряет свою силу и начинает быть прирожаемо разными мыслями дурными чувствами бесовскими воздействиями и в конце концов заболевает будучи расслабленной заболевает алкоголизмом зависимости от алкоголя другими страстями если человек привыкает расслабляться по вечерам то это часто переходит в привычку и уже другое ничего его не интересует и не радует и не вызывает чувство отдыха мнимого отдыха на самом деле то что душа устает будучи расслабленной и от этого возникает пристрастия страсть а всякая страсть это некий идол который возводится в нашем сердце нашей душе вот человек начинает этого идолу кланяться он начинает зависеть от него и все это идолопоклонничество обслуживается тем или иным бесом который усиливает который доводит человека до деградации сколько людей умных и казалось бы интеллигентных и со своим опытом жизни спивалась и разрушалась одессе алкоголя а начиналось все такого расслабления поэтому сказано не пивайтесь вином в нем уже есть блуд пьяницы блудники царства небесного не наследует помнить помнить об этом и постараемся не расслабляться в конце рабочего дня отдыхать это разные вещи не упиваться вином постараться поработать душой может что-то полезное почитать простое хотя ты устал но простое что-то можно почитать открыть хорошо иметь такое правило не дня без евангелия не можешь устал не можешь прочитать главу и такое бывает но прочитаю полглавы не можешь полглавы прочитай строчку прочитай хоть несколько слов евангельских и это будет для тебя хорошим отдыхом на самом деле послушай хорошую музыку духовную музыку которая душу свою душу облагородит наставит настроить на духовный лад это будет отдыхом и определенной работы души душа слушая музыку слушая слово божие так или иначе начинает включаться в эти ритмы слова божия духовные ритмы которые доносят до нас церковная музыка и работая включаясь в это она по-настоящему отдыхает и чувствует себя бодро не разбито не разочарованно а именно вода поэтому будем правильно отдыхать работая нашей душой внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео в следующий раз Продолжение следует...